Не выживет тот народ, который видит свою историю глазами соседа. В советское время у нас у нашего народа настолько извратили и перевернули тюркскую историю, что до сих пор многие казахи и узбеки верят в миф, будто государство Чингисхана было враждебно нашим народам. Автор канала уже не один раз выпускал ролики на тему империи Чингисхана. Приводил доводы историков разных стран, о том, что империя Чингисхана по факту является тюркским государством. 70 лет нам, нашим отцам и матерям промывали идеологию, да так, что до сих пор и в казахском сегменте интернета и особенно в узбекском сегменте Чингисхана считают врагом. На ваших экранах скрин с видеоклипа узбекского певца Азадбека Назарбекова на популярную в Узбекистане тему о том, какой хороший был харизмшахт желал от Дин Мангуберди и какой плохой был Чингисхан. Обратите внимание, с какими атрибутами узбекские клипмейкеры изобразили воинов Чингисхана. Этот клип обезличивает военные достижения тюркских солдат. Солдаты Чингисхана спешившись бегут с дубинками и топорами времен первобытно-общинного строя. С такими топорами и дубинками изображают неандертальцев, живших более 100 тысяч лет назад. Ирония в том, что сам этноним узбек в Среднюю Азию принесли тюрки-чингизиды из Золотой Орды. Дежты кипчакские узбеки, этноним которой сейчас носят современные узбеки, был принесен кипчакоязычными тюрками Золотой Орды, язык которых еще 100 лет назад не отличался от современных казахов. Сегодня мы не будем заострять внимание на тех казахах и узбеках, которые Чингисхана считают врагом. Во времена Сталина детям репрессированных тоже внушали, что их отец и дед враги народа. И дети репрессированных зомбированные советской пропагандой считали, что их родители враги народа. Автор канала уже неоднократно приводил основной первоисточник истории государства Чингисхана Рашид Таддина, где он четко писал, что монголы Чингисхана говорили по-тюркски и были тюрками. Теперь, чтобы побороть догматическое мнение зомбированного населения, приведем работу российского лингвиста и историка Валентина Рассадина, но начнем с любимой нами всеми русской Википедии. Друзья, если видео понравилось, оставьте оповещение на новые ролики, подпишитесь, поделитесь с друзьями. Поддержите канал, наша история никому, кроме нас не нужна. Если вы не поддержите, то автора никто другой не поддержит. Сокровенное сказание монголов Наиболее древний монгольский литературный и историографический памятник, ценный источник по истории ранних монголов, их государства и его основателя, Чингисхана. Название «Сокровенное сказание монголов» вымышленное. Настоящее название документа – Юань Чао Биши, что в дословном переводе означает «тайная история династии Юань». Династия Юань – это государство Хубилая, правившего на территории Китая. Обратите внимание, как заботливо в Википедии в скобках дописали монгольской, чтобы догматически мыслящий читатель Википедии не посмел попытаться мыслить критически. Но на беду российских и халха монгольских пропагандистов есть множество исследований с транслитерациями так называемого «Сокровенного сказания монголов». Перед вами книга советского историка и лингвиста Козина. Книга написана в 1941 году с подробной транслитерацией на языке оригинала. Читая предисловие, к книге советский автор ни разу не упомянул термина «тюрок». Везде упорно писал о монголах. У советского читателя неразбирающегося в языках вырабатывали рефлекс, раз империя Чингисхана значит это современные монголы. Закроем книгу Козина написанную при Сталине. Как вы помните, в книге Рашид Аддина, изданной в 1952 году тоже при Сталине, автор Петрушевский честно в предисловии написал, что где только мог заменил термин «тюрок» на термин «монгол». Мы рассмотрим работу российского доктора филологии и истории Валентина Рассадина, исследовавшего «Сокровенное сказание монголов». Сокровенное сказание монголов, монгольская хроника 1240 год, занимает в ряду памятников средневековой монгольской литературы особое место. Хотя со времени его открытия прошло уже 150 лет, оно постоянно привлекало и продолжает привлекать самое пристальное внимание ученых всего мира и ему посвящено множество исследований, все же нельзя сказать, что этот памятник изучен до конца и со всех сторон. Хуже всего он исследован в лингвистическом аспекте, особенно в отношении состава лексики и ее происхождения. Сокровенное сказание – это значительный по объему текст, особая ценность которого для лингвистов состоит в том, что он освещает разнообразные стороны жизни монгольского общества эпохи XIII века, и соответственно включает в себя слова из многочисленных семантических групп, причем слова конкретно датируемые, о которых определенно известно, что они употреблялись монголами той эпохи и были им понятны. Иначе говоря, этот памятник фиксирует огромный пласт лексики монгольского языка 750-летней давности, поэтому для сравнительно исторической монголистики сокровенное сказание предоставляет бесценный фактический материал. Большой интерес для изучения истории монгольских языков в этой связи имеет выявление иноязычных заимствований в составе лексики данного памятника, ибо во временном отношении язык сокровенного сказания стоит гораздо ближе к языку древних и средневековых тюрков, чем современные монгольские языки, даже беглого взгляда компаративиста на язык сокровенного сказания. Достаточно, чтобы определить, что в нем содержится довольно заметное количество тюркских элементов. Так, в ближайшем окружении Чингисхана были монголы с именами Ачигин-Наян, Бельгутай, Монлик, Алакуш-Дигиткури, Кудускалчан. Эти антропонимы или их составные части явно тюркского происхождения. Имя Ачигин, например, состоит из тюркских слов «от огонь» и «тигин принц». Монгольское имя Бельгутай содержит тюркское слово «бельгузнак», и является калькой с древнетюркского «бельгюлюк приметный». Имя Мунлик тоже бесспорно тюркского происхождения. Об этом свидетельствует суффикс «лик» в его составе. Но больше всего тюркских элементов наблюдается в составе личных имен у найманов и киреитов, которые, кстати, испытали и большее влияние древнетюркской культуры, особенно через религию, некоторые историки даже считают, что это тюркские племена. В сокровенном сказании зафиксированы, например, такие личные имена найманов и киреитов, как Алтунашук из древнетюркского Алтунашук «Золотая лодыжка», Кучелукхан из древнетюркского Кучлюк «Сильный», «Могущественный», Йоди Тублук, из древнетюркского Йоди Тублук «Семизнаменный», и Нанча Бельгекан из древнетюркского «Доверенный», «Сангум», древнетюркского «Воинский титул» «Эль Кутур», здесь два древнетюркских слова «Эли Кутур», при этом «Эль Народ», «Гуча Гудун Буйрук Кан», «Буйрук Кан», «Курчакуз Буйрук Кан», здесь компонент «Буйрук» восходит к древнетюркскому «Буйрук», «Приказной». Таким образом, исторический и этимологический анализ монгольских личных имен, зафиксированных в тексте сокровенного сказания, представляет большой научный интерес и мог бы составить тему самостоятельного монографического исследования. Далее, для сравнительной исторической монголистики не менее интересен и важен факт наличия в языке памятника слов общемонгольского характера, имеющих параллели в тюркских языках и являющихся в то же время общетюркскими. Таких слов в тексте сокровенного сказания встречается множество. Следует отметить, что в ряде случаев такие общемонгольские тюркизмы в сокровенном сказании еще сохраняют значение, более близкие к исходным, чем соответствующие слова в современных монгольских языках. Наличие подобных общемонгольских слов в языке сокровенного сказания свидетельствует о том, что эти слова, в XIII веке уже вошедшие в плоти кровь монгольского языка, ставшие широко употребительными и обычными для общего разговорного языка монгола в той эпохе, адаптированным монгольским языком за много веков до сокровенного сказания. И мы смело можем полагать их наличие в этом языке уже в первом тысячелетии нашей эры, в эпоху, когда в степях Центральной Азии владычествовали древние тюрки. Мы не будем цитировать всю работу российского лингвиста, ссылка будет в описании, а вернемся в начало и еще раз подчеркнем слова Валентина Рассадина. Ибо во временном отношении язык сокровенного сказания, стоит гораздо ближе к языку древних и средневековых тюрков, чем современные монгольские языки. Как видно из англоязычной Википедии, так называемое сокровенное сказание монголов впервые было переведено на монгольский язык в 1915 году, а на современный халхо-монгольский диалект Монголии в 1947 году. То есть, чтобы современный халхо-монгол понял книгу сокровенного сказания. Ему необходим перевод 1947 года. Перед вами работа российского этнолога Владислава Терентьева «Современные трансформации этнического самосознания западных монголов». Вот что он пишет. На заре преобразований в 1991 году президент страны Ачурбат указом номер 115, обратился к народу Монголии с призывом возрождения и использования своей родовой принадлежности. В последующем историком культуры и археологии, директором Института истории Академии наук Монголии Ачиром в соавторстве с сотрудником Института СРЖ были выработаны рекомендации по восстановлению рода и родословной с составлением для каждого Аймака краткого перечня родов и картографированием их распространенности по САМОНам. Подобный справочник, к примеру, для населения Ховского Аймака перечислял указания, которых нужно придерживаться, восстанавливая свой род, если человек его забыл. Вот, например, наиболее радикальные рекомендации, можно выбрать для себя род, который больше всего вам нравится и название рода можно придумать. В результате восстановления названия рода в составе имени свыше 60% населения выбрали себе имя Барджигин, золотой род Чингисхана. Как вы видите по статье российского ученого у современных халха монголов не было своих родов. В 1991 году на заре поднятия патриотизма и видя, что российская пропаганда дарит им Чингисхана, они почти поголовно побежали записываться в тюркские рода Чингисхана. Итак, подведем итог. Первое, согласно Рашид Аддина монголы Чингисхана это тюрки. Считали себя тюрками и говорили по-тюркски. Кто сомневается, пройдите на указанный ролик. Второе, согласно российского доктора филологии основной линвистический источник государства Чингисхана, называемый сокровенное сказание монголов написан языком более близким к тюркским языкам, чем к монгольским. Третье, на канале мы рассматривали ролик, даже гипотетически допускающий, будто Чингисхан был этническим монголом. Кто не смотрел, ознакомьтесь. Даже если допустить монгольское этническое происхождение Чингисхана, все основные атрибуты империи Чингисхана являются тюркскими. Четвертое, наверное, все уже из нас знают, что армия Золотой Орды и государство Хулагу на географическом Иране была тюркоязычной. Но многие будут удивлены и шокированы, если узнают, что не только армия Улуса Джучи и Улуса Хулагу были тюркоязычны, но и армия Хубилаев Китай говорила по-тюркски. Ролик об этом автор готовит со ссылками на китайских историков. И в заключение обратимся к тем казахам и узбекам, которые считают Чингисхана врагом. Уже пора очиститься от советских исторических догм. В истории тюрки многократно воевали друг против друга. Тюркская армия Чингисхана воевала против тюркской армии Харизмшаха. Здесь нет ничего необычного. Не верьте советской китайской иранской пропаганде о том, что якобы кочевники были дикарями. Самый простой пример. Чингизиды Хулагу завоевавшие географический Иран построили там Маргелландскую обсерваторию, Чингизиды Хубилая завоевавшие географический Китай построили там Ханбалыгскую обсерваторию. А теперь назовите какие обсерватории в это же время построили немцы, славяне, китайцы или персы и вы поймете кто из нас дикарей. Казахи, узбеки, киргизы не забывайте свою историю и своих героев. Пора начинать мыслить критически перепроверяя советские догмы. Негативно думать о Чингисхане и его наследии это то же самое что предать отца и деда. Любая государственная идеология имеет большую инерциальность. Пока Казахстан, Узбекистан, Киргизия на официальном уровне признают государство Чингисхана своей родной историей пройдет не один десяток лет. Но если мы все начнем друг друга поддерживать в возвращении нашей истории, то это произойдет быстрее. Казахстан 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok